Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля и сегодня вот этот видеоролик я снимаю специально для тех людей, которые планируют или только мечтают заняться выращиванием рассады на продажу. Я расскажу некоторые нюансы, некоторые мелочи, которые помогают мне предотвратить какие-то неприятности, разочарования, чтобы все шло гладко, без сучка, без задуринки. Сегодня буду разговаривать о проверке всхожести, о полевой проверке всхожести семян, те, которые предназначены для выращивания рассады. Вот смотрите, вот семена, из которых я собираюсь выращивать рассаду на продажу. У меня много сортов, все они разные. И так как я высеваю большое количество, вот мне нужно за неделю, ну в какие-то годы я высевала даже до 30 тысяч семян. Вы понимаете, что я буду сидеть целую неделю, сеять, сеять, сеять. Мне нужно, чтобы был один и тот же срок, чтобы равномерные были всходы. И потом получится, что какие-то три сорта взойдут, а остальные нет. Или взойдут мало, будут в лотках проголызены. Чтобы это избежать, я, конечно, стараюсь по мере возможности проверить заранее всхожесть семян. Для чего? Конечно, не для того, чтобы какой-то один пакетик выбросить, а другой оставить. Нет, я оставляю их все. Просто я буду знать, какой процент высева мне нужен, для того, чтобы сходы получились равномерными, чтобы без пустых рядочков, без проголызен. Вот я вам сейчас покажу лоток, который я посеяла, вы увидите, что сходы неравномерные. Так как сортов много, лоток я уже не подписываю, как для себя, я вот там этикетки приклеиваю. Я просто каждому сорту даю вот номер, например, это номер 5. И на лотке, так же видите, вот здесь у меня 28 сортов. Все я их посеяла в одно и то же время, в одних и тех же условиях. Это вот и есть полевая всхожесть. То есть мы прям реально в земле, посеяв рассаду, увидим, какие сорта взойдут полностью 100%, какие нет. Высевала по 8 семян и очень легко проверить. Вот, например, тут зашли все 8. Вот, зашли все 8. Тут раз, два, три, четыре, пять. Тоже все 8. А вот этот один сорт, под номер 8, взошло всего 4 семечка. Это значит, что если бы я насеяла, например, три лотка вот таких, у меня получилось бы половина меньше рассады, чем мне нужно. И, как я говорю, что пересевать будет уже поздно, потому что я сеять буду в середине марта, 10-го, 15-го. Потом, когда я дождусь сходов, пересевать мне будет уже поздно, и она будет неравномерная. Поэтому, вот посмотрев, какие, вот один сорт половина и другой сорт половина, значит, этих семян при посеве я буду использовать больше. Я буду просто чаще их укладывать. Все. Вместо 10 штук в ряду я буду класть 20 и получу такое же количество. И вот такая вот предварительная процедура, она нас обезопасит от того, что полупустые лотки бывает такое, что плохо всходят семена. Тем более, они все разные. И какие-то есть нынешние, какие-то уже не нынешние всякие. И вы видите, что здесь я посеяла всякие. Вот эти вот низкорослые, эти вот высокорослые. Мне уже не важно. Для того, чтобы проверить всхожесть семян, я сею все в один лоток. Можно даже еще чаще. Мне главное посмотреть, выклюнутся они, выйдут наружу или нет. Все. Использовать я их потом не буду. Это вот технические всходы, которые мне не нужны, которые я просто проверяю семена. Для того, чтобы получить потом качественную рассаду в том количестве, в котором я планирую. И, конечно, я все это, эти посевы я тоже заношу в свой журнал огородника. Вот написано. Лоток шестой, томаты. Проверка всхожести, полевая. Это именно не для моего использования, не для выращивания, а просто посмотреть, какие семена. Вот смотрю, восьмой номер. Сибирская тройка. Значит, в сибирской тройке буду ложить больше. Все. До свидания. Я вот для чего все это показываю? Просто для того, чтобы, когда человек начинает, мы же не знаем, как вот начинающий огородник, например, он хочет что-то вырастить. Он же не знает вот таких вот маленьких нюансов, вот таких мелочей. Я через все это прошла, первые годы было, конечно, что и пыталась какие-то обработки дополнительные делать, и сжигала семена, перестараешься, перепестываешь их. Еще хуже сейчас я уже выработала такой алгоритм своих действий. Я не обрабатываю почву, я не обрабатываю семена. Я быстро их раскладываю, сею, сверху поливаю привикуром, все ставлю, всходит, все прекрасно. Вот почти все, все семена, стопроцентная всхожесть. Если учесть, что это остатки семян после того, как я рассылала заказы, что, ну вот, все, что остается от заказов, у меня идет на рассаду. То даже вот эти вот остатки, то процент всхожести очень большой. Но все-таки мы должны знать именно какую. Все, до свидания, не буду вас сильно нагружать. Но вот если вы семена, как сказать, какие-то используете старые, или вам кто-то подарил в большом количестве, то лучше, чтобы потом не было такого вот неприятности, лучше проверить схожесть. Не обязательно вот постолько много сеять, можно по пять штучек. Ну, проверка нужна, если вы хотите посеять очень большое количество. До свидания.